Поговорили о том, что очень много интересных, да, 19 сентября, но еще одна интересная дата ожидает очень... И не одна. Прям даже, ты знаешь, целый период интересных мероприятий близится, выдвигается на наш любимый город. Поговорим об этом с теми людьми, которые имеют к этому непосредственное отношение. А кто и те люди, спросите вы, и с удовольствием ответим. Режиссер Театра Место Д, Ольга Штинина. Привет. И актриса Театра Место Д, Ирина Гайсярова. Доброе утро. В первую очередь, позвольте поздравить вас с юбилеем. 10 лет уже вы существуете. Это здорово. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с вашим творчеством, расскажите немного подробнее, в чем основная фишка вашего театра. Театру Место Д в этом году, правда, 10 лет. Это такое для нас событие очень важное, очень такое трепетное событие, потому что существовать независимому театру достаточно сложно, но очень интересно. И наша фишка в том, что мы существуем там, где мы хотим, мы выступаем там, где мы хотим, мы никогда не подстраиваемся под площадку, под загнанные рамки. Мы работаем на улице, мы работаем в галереях, в кафе, вообще на всех возможных, каких захотим, только площадках. Мы просто приходим и делаем там театр. Ну и помимо, скажем так, персонального творчества, являетесь плюс ко всему еще и организаторами событий, которые радуют действительно горожан, потому что я сам бывал на этих фееричных, просто фееричных фестивалях и лично от себя готов выразить респект и уважение. Но все-таки, насколько сложно в принципе организовывать? И потом уже перейдем непосредственно к тому фестивалю, который вот пройдет с 21 по 24, где, что, как, об этом чуть позже, пока вот о несколькой организационной кухне. Вот Иронька, наверное, расскажет про организацию. Это очень сложно. Правда, ну мы не спим уже, который месяц, второй месяц идет подготовка, третий месяц. У кого-то, у кого-то второй. Вот. Ну, сложно, но мы... Более того, мне кажется... Как родилась идея сама по себе? Потому что, ну, учитывая, что театр свободный, учитывая, что приходится сталкиваться с немалым количеством трудностей, а тут еще и брать на себя организацию такого достаточно масштабного события. На самом деле идея родилась в 2009 году у Александра Багдасарова и Сергея Лысенко. После не всем известных театральных таких вот больших баталий в нашей стране, да, после революции, было очень страшно людям вообще куда-то выходить, не то что театр. Потом театр искал свое место в городе, то есть он не понимал, думал, размышлял над тем, каково его место в городе, нужен ли он уличный театр, есть во всем мире, вполне себе существует и живет, а у нас-то как он, вот какой он у нас, и где место вообще театру, может ли он в принципе существовать. И вот на этой волне родилась идея уличных театров. Потом это как-то в 2011 году уже перешло, оу, это очень круто, это работает, надо развивать эту культуру в Центральной Азии вообще. Там был очень большой перерыв, 6 лет, и вот уже как бы сменилась, так скажем, команда, такая преемственность пошла, и мы очень-очень болели и хотели, что все-таки это очень важно и нужно. Но поскольку организация фестиваля достаточно сложная и трудоемкий процесс, мы вот все равно очень-очень постарались для того, чтобы... Я надеюсь, что фестиваль действительно международный, и будут гости из Казахстана, Узбекистана, России. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто эти люди, какие постановки ожидаются, потому что я думаю, что людям будет очень интересно посетить это мероприятие. А, нет, мы вам ничего не расскажем. В этом году мы сосредоточились на самом деле на странах Центральной Азии. Будут две команды из Таджикистана, ребята с Москвы, из Казахстана у нас будет две команды. Да, и внутренние участники, что нас очень нравится. То есть основная программа будет состоять из тех участников, которые представляют Кыргызстан. Вот как раз-таки это действительно очень интересная тема, потому что на прошедшем, действительно, 6 лет, ни много, ни мало уже прошло, вот очень была яркая политика. То есть я помню, были и гости из дальнего зарубежья, если не ошибаюсь, там вплоть до французов, да, это очень были забавные ребята. То есть за прошедший период, 6 лет, действительно выросла, не только у нас теперь есть театр, место Д, но есть какие-то другие ребята, которые тоже вот двигают это уличное искусство. Насколько вот они по качеству, я, конечно, понимаю, не хочется сейчас переходить на личности, что называется, но тем не менее, насколько вы, как люди уже опытные, с 10-летним стажем оцениваете вот то, что за эти 6 лет произошло на театральном мире? Можно сказать, что огромное количество вообще мероприятий, в принципе, уличных стало, то есть перестали бояться выходить на улицу и делать мероприятия. У нас возраст участников, что нас тоже не перестает не радовать, от 6 лет до 6-10. Самые маленькие у нас, да, участники. А вот, слушайте, мне кажется, очень много телезрителей, которые думают, а вот у меня тоже есть интересная постановка, а можно ли мне поучаствовать? Я изумительно пою в ванной. Таким образом можно поучаствовать в вашем фестивале, и есть ли еще время подать заявки? К сожалению, время на заявки нет, но мы на этот случай предусмотрели локации. У нас будет, что отличает этот фестиваль от двух предыдущих, у нас будут постоянные зоны, то есть зона ремесленников, фуд-зона, релакс-зона, книжная зона читающая, спорт-зона, помимо тех мероприятий, которые будут проходить. То есть, немножечко перефразирую, я правильно понимаю, Оль, что будет возможность на какой-то локации, ну, грубо говоря, некий открытый микрофон, то есть кто во что в горах пришел и показал свои таланты миру. Да, ну, раз уж у вас очень много новых фишек, да, которые отличают от двух других фестивалев, какие еще фишки стоит отметить, чтобы заинтересовать наших телезрителей, чтобы больше не... Крючочек такой, а? Да. Но фишка в том, что на самом деле она остается основной и главной, что постоянно 30 событий будут происходить в день, то есть параллельно, одновременно, одновременно все... Не могу не спросить, фестиваль проходит с 21 по 24 сентября, и каждый, каждый день, получается, он не будет похож на предыдущий, или все-таки это вот 30 событий в день, но для тех, кто, скажем, не успел в первый день, во второй, в третий, в четвертый, или... Да, события некоторые, да что уж некоторые, многие выступления, перформансы, спектакли, они будут повторяться, поскольку невозможно объять все необъятное, собственно говоря. Но есть команды, которые выступают только один раз. Только один раз. Да. Классно. Когда же эксклюзивщик-то? Нужно смотреть программу, обязательно прийти на фестиваль, получить там специальную карту, это все совершенно бесплатно, весь фестиваль совершенно бесплатен, можно прийти с ребенком на руках, с дедушкой, с бабушкой под ручку, все это совершенно бесплатно, все, что там будет происходить. Давайте подробнее по поводу времени поговорим, о том, что это с трех до девяти. Когда стартуем? Ну, у нас Оймо, команда Оймо Хэндмейт, они будут с 11 часов утра, на разогреве, так скажем, и подключаются потом все зоны с трех часов, но основная программа начинается с пяти часов вечера. Все-таки, значит, вечером все самое сочное, вкусное, интересное. Вы знаете, я подумал, к сожалению, мы не назвали локацию, я так понимаю, можем смело всех приглашать в дубовый парк, имени Чингизайд Матова, правильно? Да, нулевой километр, дубовый парк, и с 21 по 24 сентября четыре шикарных фестивальных ярких дня, события в городе, праздник для вообще детей и взрослых, для всех. Не пропустите! Да, но это еще раз стоит отметить, что это мероприятие некоммерческое, все абсолютно мероприятия проходят for free, что называется, то есть даром. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы уже 10 лет существуете, за то, что продвигаете искусство, искусство тем более такое интересное, такое креативное. Здорово, что у нас в Кыргызстане есть люди, которые хотят доносить что-то новое. Да, ну и немножко о будущем тоже хочется поговорить. Между предыдущим фестивалем и нынешним прошло 6 лет. Насколько есть вероятность, что бешкикчанам, да и вообще всем гостям столицы не придется ждать так долго, чтобы увидеть следующий фестиваль, место в городе? Ну, хочется дать такой маленький маночек. Нам пишут наши коллеги, наши партнеры из Европы, которые жаждут приехать к нам, чтобы выступать на нашем фестивале, чтобы быть частью этого фестиваля, и они прям просят. То есть это даже не горожане, это даже не мы, уставшие, бессонные ночами, не спавшие. Это европейские команды, которые жаждут к нам приехать и хотят они приехать в следующем году. Дай бог, может быть, срастутся все наши планы. Наши партнеры смогут также нас поддержать. Может, мы куда-нибудь поедем. Да, вот как-то так. Ну что ж, очень хочется, чтобы где-нибудь на фестивале в Авеньоне место Дэн занял самые что ни на есть лакшери места. Да, друзья, следовательно напоминаем, что в гостях у нас были и режиссер театра Место Дэ, нашего любимого Ольга Щетинина, и актриса театра Место Дэ Ирина Гайсарова. Друзья, с 21 по 24 сентября с 3 до 9 часов вечера с огромным удовольствием наши дорогие друзья, наши гости готовы предоставить вам очень интересную программу. Да, международный фестиваль будет, поэтому, друзья, обязательно найдите хотя бы несколько часов своего времени и посетите этот ивент. Уверен.